Ну, я так думаю, конечно, к моему мнению. И поэтому, поскольку ложные предпосылки самые основные, то ложная вся теория, ложные выводы, ложные исследования. И когда говорят о теории относительно сегодня, то пишут в основном ошибки Эйнштейна в каких-то других областях, искривления пространства, скорости света теории и прочее. И поэтому, значит, у нас существует сейчас главенство одной парадигмы, которая основана на наличии у массы двух свойств. Эта парадигма еще может быть сформулирована как парадигма притяжения. О чем это говорит? Это говорит о том, что, как это сказал Ньютон, и как это написано в каждом учебнике, которые вот и в школах сейчас, и в институтах, в вузах, где-то там нет, и в закладах включенных, вот, на высшем уровне. То тела, оказывается, притягивают что-то. Вот каким образом тела притягиваются? Что за притяжение? О чем это речь идет? Вот. Ньютон отвергал это, а сегодня это в качестве утверждения основанного как истины. Это может повторить дома каждый в этом суть доклада. Николай Александрович Крылов сделал перевод Ньютона в начало. Я увидел там в книге третьей много ошибок, которые Крылов докладал.